здравствуйте друзья сегодня 17 апреля проходит очередной одиночный пикет за фонтан точнее люди не совсем фонтан хотят они объясняют смотрите предыдущие ролики что люди хотят общественное пространство вернуть то что у них отобрали отобрали у них по их мнению несправедливо потому что этот участок дали кому-то приватизировать потом продавали много раз и и теперь здесь строительный забор уже много лет и владелец предыдущие маска ничего не смог сделать и вот так вот все оставил выкопал котлован сейчас я пойду и покажу вам но сначала я объясню что такое мск мск это крупнейший застройщик ростова на дону и то что он называет себя московская строительная компания на самом деле это ростовская строительная компания у них офисы только в ростове и в краснодаре есть и все и они они строят вот такие вот одинаковые совершенно муравейники если туда пойти там нет социальной инфраструктуры то есть они получили когда-то разрешение на строительство и исключительно вот такие дома строят и если там что то есть но в таком минимальном количестве что я уверен что будет большая проблема у людей здесь не с парковками и с поликлиниками и со школами и детскими садами абсолютно то есть вот эти вот жилые комплексы они огромны и вот этот вот участок который находится напротив площади ленина то этот участок тоже им принадлежал и они не смогли здесь построить свою многоэтажку и город им не дал разрешения были суды они эти суды проиграли и поэтому поэтому вроде бы вроде бы казалось что все все нормально и губернатор обещал шантамбисте не будет этой самой многоэтажки что хотят здесь сделать общественное пространство но нет наши власти городские взяли и выдали разрешение на торговый центр торговый центр здесь вот людям не нравится потому что людей обманули уже второй раз получается и что касается самой фирмы мск с ней можно было бы договориться очень просто на самом деле просто ну чуточку внимательнее к ним отнестись чтобы стройнадзор обнаружил них какие-то косяки чтобы департамент архитектуры нашел какие-то несоответствия чтобы я не знаю трудовая инспекция пришла и посмотрела я там видел люди работают без касок все бы проверили и фирма была бы сговорчивее и сделала бы то что просят люди потому что были петиции были обращения губернатору сми губернатору много раз обращались и и строительную компанию мска можно было очень легко не то что заставить они бы сами все сделали потому что они очень богатые для них этот клочок земли абсолютно ничего не стоит с их объемами строительства сколько они денег зарабатывают у нас в городе в конце концов есть же вопросы согласования строительства кто-то им идет навстречу и согласует всех прихоти они приходят там где уже построена школа где уже есть детский сад и где все уже давно есть и в этих самых старых районах строят нам свое жилье и вот чтобы не палиться я лично предполагаю вот у меня только такой есть предположение это мое мнение можете как бы верить мне можете не верить мне это просто предположение чтобы собственник новый которому фирма мск продала это собственник подставной то есть вот собственник участка а которым говорит администрация что мы должны поддерживать инвестора что есть инвестор он потратил свое кровные деньги кровно заработанные на этот участок и мы не можем его обмануть на самом деле просто подставное лицо на которого переоформили эту самую землю чтобы чтобы народ меньше возмущался потому что если если бы это этот торговый центр делала бы фирма мск то народ бы конечно фирме мск сказал что вы такие богатые и такие жадные вы вообще не социально ответственный бизнес вы социально безответственный бизнес вот и они ну поскольку они социально безответственные решили на кого-то переоформить кому-то этот участок продать но вот что мы знаем о новом собственнике это индивидуальный предприниматель неизвестный которая связана раньше была с другим застройщиком мы не должны защищать кого попало какого попало инвестора только потому что он купил этот участок и что этот участок ему принадлежит мы с вами прекрасно понимаем что этому скажем так инвестору да этому собственнику кто-то дал на это деньги не будет маленький предприниматель крошечный а отрывать все свои кровно заработанные последние деньги на какой-то сомнительный участок земли в отношении которого ведутся суды выступают люди губернатор говорит что на этом месте он желает видеть фонтан понимаете не будет маленький маленький собственник вот вляпываться вот в такую историю и покупать задорого а я считаю что 160 миллионов это большие деньги даже для участка в центре города но все равно это участок маленький чтобы какой-нибудь там маленький-маленький-маленький собственник этим участком владел мы хотим чтобы города ростова-на-дону было место по пушкинской где люди могут гулять мы хотим чтобы на месте где хотят построить торговый центр был фонтан а также администрация государства было другом для народа и прислушивалась к тому что нам нужно а что нам не нужно нам нужен фонтан